Книга «Открытым оком», 29-й том, вопрос 4002, тема «Богослужение». «Почему так и не выполняется возглас, произносимый на литургии, оглашенный из Эдите, а в некоторых храмах его даже убрали?» – отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. Причина самая прозраически смертельная. Священство мертвое, духовно невозрожденное, коростолюбивое и не имеет страха Божия. Они выбросили Библию и подреформировали даже богослужение под свою погибельность. Прихожу к мысли, что современное священство будет почти полностью уничтожено Богом, как и еврейское. Дом их пуст и говорить о благодати можно только уж очень с большой натяжкой. Священники играют словом «благодать» и более всего в крещении и причащении в этих двух краеугольных таинствах, учрежденных Иисусом Христом. «Они убедили пасту, что без причастия не спастись, а доступ к причастию имеют только они, попы. И если ты ему не покоряешься, его прихотям, то он не даст тебе причастия, и ты погибнешь. Сейчас попы кричат с кафедры, что не будут причащать тех, у кого есть наши книги, чтобы их дали попу для сожжения. Я разговариваю с такими прихожанами. Они или уходят от этих диких и лютых волков, или же сдают другие книги. Так наши книги им полюбились». Вот так пишет наша сестра. Кавычки открыты. «Моя родная сестра Надежда считает себя верующей, но по-своему в душе, не на показ в кавычках. В детстве, как и я, была погружена бабушкой, погружена бабушкой, но причини не имеет, вера никакая. Церковь входит по случаю. Такой случай возник, когда заболел муж и готовился к сложной операции. Есть о чем помолиться. Поехали мы с ней в церковь Иоанна Богослова в городе Барнауле, на улице Балтийской. «Дорогой я даю ей наставление, как себя вести в храме, что, когда батюшка перед литургией верных сделает возглас оглашенные за дети, ты выйди вместе с оглашенными. Хотя знаю, что ни разу я не видел, чтобы кто выходил. Но здесь моя сестра, я должна ее научить и исполнить. А куда там выходить, я не знаю. Тем не менее, рассказываю ей, кто такие верные, кто оглашенные, кто причастники, а она не относится никому. И тут узнаю, что она уже причащалась в храме Александра Невского. Рассказывает, что когда шло причастие, она стояла вместе со всеми, и батюшка спрашивает, «Все причастились?» «Я, — говорит, — думаю, что это и ко мне, потому что я не причащалась?» Батюшка еще раз спрашивает, «Все причастились?» «Ну, думаю, точно, он ко мне обращается, что я не причащалась. Подошла и причастилась. Я ей рассказала, как апостол Павел предупреждает, что кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». 1 Коринфянам 11.30 «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Думаю, как уж у нее обошлось все, что она не заболела. Но она тут же говорит, «Так я и болела, меня всю трясло, и я попала в больницу». Подходим к храму и встретились с батюшкой, который всегда в обычные дни ведет службу. Я его поприветствовал и спрашиваю, «Батюшка, вот ей с оглашенными надо выйти, а куда у вас выходит, я ни разу не видела». А он отвечает, «Все, она может идти домой после этого возгласа, не надо выходить никуда, для нее служба закончилась». Я говорю, «Как домой, батюшка, ведь она так никогда даже до оглашенных не дорастет». Про оглашенных мне батюшка так ничего и не сказал, и мы зашли в храм. За оглашенных мы молились, но возгласа из идите не услышали. Когда херувимская началась, я просто сама ее взяла за руку и вывела за колонну храма на верхней площадке. После службы Надежда мне говорит, «Я хотела бы еще сама помолиться, где это возможно?» Я показываю, «Да вот, рядом распятие Христа, помоли здесь». Вижу, что ее что-то смущает, а что не пойму. А когда вышли из храма, она меня ругает. «Что ты меня поставила, где покойников отпевают и за покойников молятся?» Я так и ахнула. «Да, Надя, это так, но ты и не знаешь, что мы с тобой стояли под животворящим крестом Христа, с которого встекает предчистая кровь Христа и омывает грехи наши». И теперь вижу, что она подходит ко кресту и подолгу там стоит и молится. Кавычки закрыты. Нина Жолнирова, смотрите, открытым оком, том 15, страница 78. Стихотворение. Историки умышленно плутуют, когда историю безбожеством творят, и втискивают все в случайность злую, в религии же видят лишь обряд. А Бог, а Иегова вечный сущий, все разнарядивший по собственному плану, не примет во внимание историками так лучше, с историей раскланится галантно. Она история с грехопадения Евы, и даже дальше до ее создания, как Херувим на небе двинул влево, история борьбы со злом настанет. Был сброшен с неба гордый Херувим, и ангелы его в лукавых превратились. Кто верен Богу, тот от зла храним, хотя и жалится в пету от всех рептилий. Кто за, кто против заповедей Божьих, зависит путь дальнейшей до кончины, и тем надежнее, чем досконально строже, дабы проколов в срам не отмочили. И возятся в могилах с черепками, и столики с бездельем дармоеды. Кто движется во тьму веков, пропали, и к свету Библии выходят редко-редко. Читайте книгу «Книг от бытия», кто был творцом любых поползновений. Там пыль до неба, клочья от битья. Не раз владельцам изменяли земли. История проекции божественного плана. И ни на йоту нам ее не изменить. Бог награждает каждого талантом, а ты умножь, как царь-пророк Давид. История без Библии основана на лжи. Не верь тому, не сверившись с Писанием. Мы все летим, ходя сидим, хотя сидим, лежим. Свою главу с Христом и мы вписали. 31 августа 2008 года Игнатий Тихонович Лапкин Игнатий Тихонович Лапкин